Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел со своими сподвижниками. И тогда они услышали, как что-то очень тяжелое ударилось о землю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Знаете ли вы, что это?» Они ответили, «Аллах и его посланник знают лучше». Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Это камень, брошенный в ущелье ада 70 лет назад». 70 лет он падал, и сейчас он достиг дна ада. Подумайте, насколько огромен ад. Зной его невыносим. Дно его недосягаемо. Украшением в аду будут служить железные цепи и панцири. А его напитком будет гной и кипяток. Если они попросят пить, то их напоят кипятком, который будет жарить их лица. Все ваши чувства и потребности сохранятся. Не думайте, что вам не захочется есть в аду. В этой жизни вы в основном едите, когда вам этого хочется. Но в аду вы будете испытывать ужасный, мучительный голод, подобно которому вы никогда раньше не испытывали. Вас будет преследовать такая сильная и изнуряющая жажда, какой вы никогда не испытывали в прежней жизни. Как только вы проголодаетесь, вам подадут заккум. Что такое заккум? Это дерево, которое Аллах, Свят Он и Велик, создал в аду. Корни этого дерева уходят в самое дно ада, подпитываясь смесью из крови, пота, гноя, обгоревшей кожи и всего, что выходит из обитателей ада. И плодами этого дерева является заккум. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Сказал, если бы хотя бы одна капля заккума попала на землю, она бы уничтожила все живое, что в ней есть. И это будет вашей едой. Вот чем вы будете питаться и утолять жажду за то, что ослушались Аллаха, Свят Он и Велик. И вы не сможете остановиться, даже если захотите. Вас заставят есть, пока ваши животы не заполнятся. Затем вы почувствуете чрезвычайно сильную жажду, будете умолять дать вам воды. И вам подадут горячую воду, кипяток, разогретый на адском огне. Она будет настолько горячей, что ваши лица сварятся. Ваша кожа начнет плавиться, а внутренности превратятся в жижу. И все от этой воды. Никакого успокоения, никакого отдыха. Ученые говорят, что обитатели ада начнут кричать. Один день, два дня. На них будет одежда из огня. На руках огненные цепи. Едой будет закум, а питьем кипяток. Вокруг него сплошная темнота. Он ничего не видит. Ему не с кем поговорить. Нет друга, которому он мог бы пожаловаться. Никто не разделяет его страдания. Он будет спать на постели из огня. Ни секунды передышки, ни секунды отдыха. Люди начнут кричать и звать стражников ада. Всевышний Аллах говорит в Коране приблизительный смысл. У него, то есть ада, 19 стражников. В аду 19 стражников, ангелов ада. Созданных исключительно для ада. Единственное, что они знают, это пытки. Главным среди них является Малик, хранитель ада. С тех пор, как Аллах создал его, он ни разу не улыбнулся. Они не знают мягкости и сострадания. Аллах описывает их, как очень жестоких и грубых. Которые никогда не ослушаются и выполняют то, что им велено. Люди начнут кричать и стонать, взывая к этим ангелам и моля их о сострадании. Я прошу вас хотя бы на некоторое время представить, что вы находитесь там. Представьте, что вы в аду. Только так вы сможете смягчить ваши сердца. Только так мы поймем, насколько опасно пренебрегать религии. Представьте себя окруженным этими ужасами, пытками. И не верьте обещанию шайтана, что до ада слишком далеко, что вы никогда не попадете в него. Клянусь Аллахом, вы в большой опасности. Клянусь Аллахом, никто не защищен от попадания в ад. Представьте себя молящим о помощи. Молящим, чтобы к вам проявили сострадание. И обитатели ада обратятся к его стражникам. Попросите вашего Господа, чтобы он облегчил наши страдания, хотя бы на день. Братья мои, сестры, люди дойдут до такой степени, что будут молить стражников. Не чтобы их отпустили, а чтобы их пытки закончились. Их страстным желанием и надеждой будет получить всего лишь день перерыва. Пожалуйста, всего лишь один день, позвольте перевести дыхание. Попросите вашего Господа, чтобы он облегчил нам всего лишь на один день. И только Аллах знает, через какое время ангелы ответят им. Разве пророки не приходили к вам с ясными знамениями? Они скажут «Да». Пророки пришли к нам с чистыми знамениями. Ученые передавали нам знания от пророков, но мы пренебрегли ими. Мы были обмануты этой дуньей, ее роскошью и приходящими удовольствиями. Мы были обмануты шайтаном и нашим нафсом. Они воскликнут «Да, они приходили, но умоляем вас, дайте нам надежду». Стражники ответят «Взывайте сколько хотите, молите сколько пожелаете». «Ваши мольбы окажутся тщетными, они исчезнут». Нет вам милосердия, нет вам пощады. Можете представить себе место, где не знают, что такое милосердие. Где надежда теряет всякий смысл. Представьте, что вы окажетесь там. И сравните это с ничтожным и мимолетным удовольствием, которое вы получили, послушавшись Аллаха. Клянусь великим Аллахом, ни один разумный человек, тот, в чьей голове хотя бы есть немного разума, не отдаст предпочтения мимолетным и приходящим удовольствиям этого мира, зная, что за это его кинут в ад, пусть даже на миг. Ангелы скажут «Взывайте сколько хотите, ибо взывания беззаконников окажутся тщетными». Просите сколько хотите, молите, хоть целую вечность, у вас нет надежды.